Здравствуйте, уважаемые телезрители! У нас на столе пахнущие свежей типографской краской, и, соответственно, свежие номера республиканских еженедельников. Это программа «Золотые перья». Я, Владимир Банщиков, с удовольствием представляю гостя в нашей студии «Золотое перо молодежи Бурятии» Ольга Аносова. Оля, привет! Здравствуй! Чем радует, будоражит свежий номер молодежки? В свежем номере молодежки мы не могли обойти стороной прошедшую пресс-конференцию главы Бурятии Алексея Цеденова. Ну, освещали мы не саму пресс-конференцию, а буквально несколько вопросов, очень важных для республики, которые могут кардинальным образом изменить вообще и уровень жизни населения, и туристическую сферу нашу. Да, подробнее мы рассмотрели вопросы о том, что сейчас хотят открыть на Байкале и горную зону. То есть маленький бурятский Лас-Вегас. Российский, наверное, все-таки, да? Ну, в России, скажем так, их много. Ну, да. Немного, но есть зоны. Четыре или пять, насколько я помню. Четыре зоны уже существуют, да, хотят вот у нас еще сделать. Для нас это вообще очень, скажем так, необычный опыт, потому что у нас не было такого. Вот. И если учитывать, что этот вопрос рассматривают уже больше десяти лет, то есть с 2008 года начали, да, эту тему будоражить и задумываться о том, что надо открывать такую зону у нас на Байкале, что якобы это может быть прибыльно. И было много споров о том, что, ну, есть противники, скажем так, этого. Есть и защитники того, что это поможет. Сторонники. Сторонники, да. Ну, сторонники, они же защитники, потому что они против того, чтобы этот вопрос закрыть. Они постоянно его поднимают, постоянно говорят о том, что это может принести хороший доход в бюджет республики, привлечет туристов, возродит Байкальскую гавань, которая тоже простаивает. Да, да. То есть там очень много интересных моментов. Я не буду все рассказывать. Скажу только то, что глава предприятия Алексей Цыдиновый взялся за этот вопрос капитально. И, скорее всего, нам удастся это отстать. Но он за или против? Он вообще за. Да. И причем он за, и аргументы у него такие веские, скажем так. Но решение будет принимать правительство России. И поэтому нам остается только смотреть на это все со стороны, да, и ожидать, что же будет дальше. Нет, но все равно общественность так или иначе должна будет вмешиваться. Либо за, либо против. От этого никуда не денешься. Поехали дальше. Да. В этом номере мы решили рассмотреть еще один важный вопрос. Это уже после послания Федеральному собранию. Это было 20 февраля. Был озвучен вопрос о том, что нужно бы сделать каникулы для ипотечников. Мы вот подробно рассмотрели этот вопрос о том, какая предыстория вопроса, да, сколько у нас ипотечников, как это будет все реализовываться на территории Бурятии, потому что регион тоже имеет большое значение. Вот. Ну, я не буду подробно останавливаться на этом. Да. Всех заинтересованных просто откройте газету. Кому интересно, да, почитайте. Номер 6. Почитайте. Ну, и очень интересная у нас колонка вышла, Маргарита Ихенова в этом номере. Она у нас рассуждает к 8 марта, ну, 8 марта мы отметили, да, все поздравляли женщин, все газеты писали о женщинах, а она у нас рассуждает о том, что такое женская дискриминация. То есть в обществе у нас сейчас сложилось такое положение, скажем так, что женщина немножко дискриминирует. И она на эту тему вот рассказывает, что это не открытый, да, какой-то запрет для женщин, да, в какой-то сфере, ну, там, на работу, допустим, да, или еще. А в чем дискриминация? А в семейной жизни, в бытовой жизни, в обществе вообще отношения, да. И она рассуждает о матерях-одиночках. То есть что такое мать-одиночка, да, которая постоянно клюется обществом сегодня, если вдруг она... Клюется? Да. Она вот приводит прямо примеры вот наших читателей, да, которые пишут нам письма, она вот об этом рассказывает, как это все происходит. Очень интересная колонка, всем советую, особенно женщинам, да, чтобы поднять свой дух и изменить мировоззрение, скажем так. Да, ну, это на самом деле замечательно, но про то, кто клюет на три одиночки, я не знаю, но, видимо, есть такие. Наше общество, да, не принимает, скажем так. Недостойные граждане, которые, ну... Так, ну и еще одна интересная статья у нас посвящена тхэквондо. И написала ее Юлия Щекина. Она у нас связалась с тренером тхэквондо, и главный вопрос, который она ему задала, это вообще, есть ли у нас массовый детский спорт вообще в Бурятии по тхэквондо? Замечательный вопрос. Да, что происходит? Я бы даже не ограничивал какой-то одной секс или одним видом спорта вообще в принципе, есть ли у нас детский спорт в Бурятии? Да, в принципе, вообще, именно, ну, она именно этот вид спорта выбрала, да, чтобы поговорить, потому что сейчас вроде как боевые искусства, они очень популярны, особенно в Бурятии, да, и все стараются своих детей куда-то, каратэ, тхэквондо, еще что-то. Вот, она именно изучала этот вопрос с человеком, который непосредственно работает с детьми, непосредственно сталкивается с какими-то проблемами, да, и узнавала, как вообще вхождение в Дальневосточный федеральный округ может сказаться, да, на вот этом положении вещей. Насколько развит массовый спорт? Ну, я не буду все прямо рассказывать, скажу только то, что главный вывод, да, и резюме небольшой статьи о том, что массовый спорт у нас сейчас все-таки проблематичен, особенно для детей, скажем так. Все-таки, как бы мы ни старались, сколько бы секций ни было, да, проблемы, которые сейчас существуют в этой сфере, они не позволяют спорт вообще делать массовым, особенно такой профессиональный спорт, как тхэквондо. Да, хотя к какому-то у нас там году, я уже сейчас не помню, что была поставлена уже задача, что у нас 50% населения должны так или иначе заниматься физической культурой и спортом. Да. Оль, спасибо большое, проблематичные вопросы вы поставили, даете какие-то, наверное, рекомендации, ответы, все как обычно, все как обычно, для читателей, полезная информация. Молодцы, ребята, спасибо. Спасибо. Редакции уважение и горячий привет. Уважаемые телезрители, я напомню, что гостьей программы «Золотые перья» была корреспондент «Молодежь Бурятий» Ольга Аносова. Я, Владимир Банчиков, прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова